Этим соревнованиям столько лет, сколько самому Одинцовскому охот-обществу. Один рыбак, одна удочка. Время лова ограничено. Берег водоема разбит на несколько секторов, в каждом из которых свой судья. При определении победителя учитывают как количество, так и вес пойманной рыбы. Один балл за каждый грамм и по баллу за каждый хвост. При этом рыбаки соревнуются не только в личном, но и в командном зачете охот коллективов. Это же обидно, когда при жизни соревнований не поймал ни одной рыбки. Это называется на спортивном языке баранка. Баранка это когда не поймал ни одной и дается на каждого такого участника штрафной балл отрицательный. Но здесь у нас практически баранок не бывает на этом пруду. Потому что рыбы очень много, пусть она не крупная, но зато все получают удовольствие. Новшество федерального законодательства приводит к тому, что в ведении Одинцовского охот-общества с каждым годом остается все меньше угодий и водоемов. Тем не менее, пока места для проведения таких вот соревнований еще сохраняются. Сохраняются энтузиасты, подтягивается молодежь. Для них и проводятся специальные здесь у нас соревнования отдельно. Ну тут видите сейчас и женщины, и молодежь совсем. Дети, я вижу тут есть наверное 6-7 лет. Они тоже участвуют как полноправные члены общества. Хотя они в обществе нашем не состоят. А так вот в тех зонах рыбачат члены наших коллективов, которые у нас в обществе состоят. Приходят молодежь, но конечно не столько, сколько хотелось бы. Как обычно при взвешивании, пересчете улова и награждении было много смеха и шуток, дружеских подначек и рыбацких анекдотов. Свои призы получили лучшие юнохи, самые молодые представители охот-общества и победительница женского зачета. Трех, значит, целевая вообще вещь. Первая, для зимней рыбалки. Для зимней? Да. Во-вторых, очень удобно отбрасывают макароны. А в третьих, если муж будет, что-то будет, она тут приварена. Абсолютным победителем районного чемпионата по рыбной ловле стал представитель охот-коллектива номер 48 с весом пойманной рыбы в 2 с лишним килограмма. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.